Родился накануне Великой Отечественной войны, 3 июля 1938 года. Моя деревня, где я родился, называется Ровенская Слобода. Она расположена в 15 километрах от Речицы. Деревня расположена на крае леса, а лес очень огромный. Настолько огромный, что именно этот лес спас наших жителей от гибели во время войны. Деревня была сожжена, но мы успели убежать в лес. За лесом было огромное болото. В этом болоте все жители деревни были спасены. Так как фашисты боялись идти дальше, не смогли добраться до этого болота. Но, к сожалению, я уже говорил, что за две недели до прихода Красной Армии в нашу деревню в партизанском отряде погибло много сельчан. В том числе и мой отец, и вот мой дядя Витя, учитель немецкого языка. Несмотря на то, что он объяснялся с гестапоцами на немецком языке, его все равно кинжалами убили. И после этого мы их хоронили. Значит, с одной стороны деревни идет бой, а со второй стороны деревни мы хоронили наших погибших партизан. Я тогда помню, я был маленький, но плакал, конечно. Но главное меня интересовало, я просил, чтобы мне дали папиной гимнастерке. Было кресиво. Кремень и такой стальной подковка. Для того, чтобы спичек не было, и партизаны выжигали огонь с помощью кремня и подковки стальной. Вот когда мне это отдали гимнастерке, я как бы успокоился уже, отца там закапывали, а я пошел на кладбище.